когда мы в театре делаем спектакль да то у нас есть такой отдел где рисуются афиши делается да и вот глядя на афишу можно понять а про что спектакль давай сегодня мы с тобой сыграем в одну игру которая нам расскажет о чем был этот спектакль по картинке которые у нас делают в театре по афише посмотри на эту картинку на этой афишу как ты думаешь о чем спектакль а глупом дяди а чего глупом потому что у него глаза такие круглые понятно а ну а что еще этот дядя сделал полюбил смотрите вы если у нас такая красивая картиночка да и а глупом дяди который полюбил ну в принципе ты попал в точку вот ты попал в точку спектакль действительно а а дяди который полюбил ну правда я не знаю насколько он был глуп ну может быть был глуп ну угадал я тебе хочу сказать ты угадал слушай а теперь скажи о чем в марке вообще потому что что еще не оделся понятно он еще не оделся да слушай ну вот хотелось бы мне просто у тебя спросить дядя красивый или нет нет а чё то есть когда чек а я красивый потому что я одет а вот если глядешь скажи мне это один и тот же дядя или нет а вот так спасибо большое марк молодец молодец какая афиша тебе нравится вот просто покажи мне ручка я тебе ее подам какая тебе нравится вот это да давай а вот смотри из вот посмотри внимательно на эту картинку да это наш спектакль есть такой у нас спектакль на малой сцене просто вот посмотри на картинку и расскажи нам об этом спектакле о деревьях о деревьях да а еще о чем а женщины красавицы а красавицы великолепно и что рассказывай смотри рассказывали она собирает грибы в лесу и потом она приходит домой и бабушка ей сделала грибной суп грибной суп грибной суп а и что потом она легла спать гу 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 проснулась и опять по ягодам и грибу пошла ага да а чё она ходит то в лес еду себе соберу в лесу да молодец то есть она какая то у нас лесная женщина красивая ну да только на ней деревья стоят растут оооо как какая то а ты видел когда нибудь таких людей на которых деревья растут в сказках в сказках каких забыла ну и молодец забыла да а вот лис а вот еще раз посмотри вот и а что еще здесь ты видишь кусты кусты а что и ну а скажи мне что ну кусты ну я понял кусты лес да и вот она бегает по лесу собирает грибы и ягоды ты наше голодное что ли все время ну да ей хочется грибы и ягоды то есть она все время хочет есть да Она вообще наелась? Она всю жизнь будет есть. То есть она всю жизнь будет есть и всю жизнь будет голодная. Но она когда-нибудь счастливой станет? Нет. То есть она никогда не наестся и счастливой она не станет? Нет. Я понял тебя. Прекрасно. Хорошо. Ну, раз ты вот такое у тебя видение, вот смотри, посмотри еще на эту картиночку. Лиз, вот скажи мне, а про что? Как ты думаешь этот спектакль? Хорошо. Если бы ты была актрисой и играла вот эту тетю, про что бы ты играла, Лиз? Ну, про костер. Про костер ты бы играла. Ну, хорошо. Великолепно. Потому что любовь это что? Любовь. Что такое любовь? Это костер желаний. Как ты думаешь, красивый? Да. Да? Это костер желаний. Прекрасно. Вообще, великолепно. Лиз, спасибо огромное тебе. Как ты думаешь, что ты там видишь? Лисичку. Лисичку. А покажи, покажи мне, лисичку. Вот. А, а смотри, а кроме лисички, что там еще? Еб, вот это что? Это глазки. Глазки. У лисички глазки, и у кого там еще глазки? Да, я вижу, да. У кого там еще глазки? А еще одного нет. А вот смотри, правильно, там только один глазок. Смотри, один глазок, и один глазок. А сколько будет глазиков? Два. Два. А это глазик чей? Глазик. Мамин и папин. Мамин и папин. То есть, а мама и папа у тебя человеки-люди? Человеки-люди. Отлично. Вообще, это прекрасно, что у тебя мама и папа, человеки и люди. Прекрасно. А вот тут, представляешь, человеки-люди и лисичка. А лисичка хитрая, да? Так вот, как ты думаешь, вот у нас такая афиша, такой спектакль интересный. Так он что? Про тетю, которая человек-лисичка? Лисичка. Слушай, а вот это у нее что? Глянь. Это у нее нос. Нос! Один нос общий на всех. И на человека, и на лисичку. Да? А бывает так? То есть, не бывает такого? Ну, конечно, не бывает. Значит, хорошо, это у нас картинка, и этот спектакль у нас о том, я так понял, как ты мне сказала, о том, что такого не бывает. слушай, Ев, огромное тебе спасибо, что ты угадала одну из наших афиш и сказала, что этого действительно не было. А, Ев, а можешь посмотреть туда и сказать, приходите к нам, и вы увидите то, чего не было. Можешь сказать? Приходите на то, чего не было. Я не хотела. Ты не хотела? У-у-у. Ну и ладно. Спасибо. Спасибо. Вот я тебе даю эту картиночку. Смотри, она какая красивая. Как книжечка. Такая у нас есть картиночка. Она как книжечка. А ты можешь мне о ней что-нибудь рассказать? Можешь взять в ручки, смотри на картиночку и рассказывай мне, что ты видишь на этой картиночке. О чем она? Расскажи мне эту историю. Это Юсупов. Юсупов? Да. Да. А где он? Вот же. Да? Да. Никогда не думал. А что еще ты видишь? Это Снежная Королева. Ага. Слушай. А, ну, Снежная Королева, я понимаю, потому что зима. Зима. Юсупов, ну, наверное, тоже могу понять, потому что он был похож на тигра. А тигры у нас относятся к семейству кошачьих, я так понимаю. А скажи мне вот, а что вот этот вот дядя, который далеко не Юсупов, да, но как бы ты вот сказал, что это Юсупов. Вообще, да, у меня сердце, у меня сердце, как у этого дяди, большое, сильное и любящее. А что у дяди в руках? Вот это что? Браслет. Браслет. Значит, ой, боже мой, у дяди браслет на руках. Этот дядя богат. Итак, смотрите, мир глазами детей. Вот просто главное понять детей. Вы просто не умеете соединять. Мы вас научим. Когда вы подходите к драмтеатру, вы сразу должны стать в один из моментов Алексеем Федоровым. И тогда вы поймете, глядя на картинку зима семейства кошачьих браслет и Юсупов. И вы поймете, что это был спектакль Лев зимой. Глазами Алексея Федорова.